Итак, мы работаем над проектом Code DJ. В предыдущих частях мы подготовили все спрайты, переменные, звуки и написали скрипт для спрайта Code. В этой части мы напишем скрипты для спрайтов кнопок для проигрывания отдельных треков, то есть для кнопок трек 1, трек 2 и трек 3. И давай попробуем для наших кнопок трек 1, трек 2, трек 3 написать скрипт самостоятельно. Почему? Потому что на самом деле сценарий достаточно простой. Мы должны кликнуть мышкой по спрайту, по кнопке, и у нас должен играться звук, который к этой кнопке прикреплен. Чтобы нам это обработать, нам нужно событие, когда спрайт нажат. И проиграть звук. Наверное, выберем вот этот. И здесь у нас уже установлен тот звук, который прикреплен к нашему спрайту. То есть ничего выбирать не надо, поскольку у нас звук только один. Ну, давай проверим. Ну, и вот когда мы заново нажали, я еще раз кликнула, начал играть звук заново. Сейчас я посмотрю, так ли у меня здесь. Да, здесь у меня то же самое. Но, вот я быстренько пролистнула, чтобы тебя не пугать. Здесь еще очень много чего написано. Давай разберемся, что здесь написано и зачем оно нужно. Начнем мы с того, что вспомним, что у нас вот есть такой параметр, как громкость. И мы его говорили, что будем менять в процессе нашей игры. То есть, чтобы можно было сделать громче или тише музыку. Как это сделать? Мы завели переменную, которая называется у нас громкость. И вот она здесь отображена. И я по памяти помню, что сначала у нас значение переменной громкости равно 50. Здесь вот я просто провела, то есть какой бы ни был, такой вот и остается. Мы тогда так и сделаем. Мы зададим в начале в самом игре значение переменной громкости равное 50. Вот 50. Еще раз показываю, вот эта команда. Задать значение. Я ее поставила в начало и ввела здесь 50. И сейчас, если мы запустим, смотри, что будет здесь. Вот громкость станет равной 50. Вот, видишь, да? Дальше. Для того, чтобы регулировать громкость звука, нам необходимо, чтобы вот это вот значение громкости для данного звука, тот, который здесь проигрывается, менялась и становилась равным значению переменной громкости, которая у нас здесь. И это должно происходить все время. То есть сколько бы мы не работали с нашим проектом. Значит, нам необходимо сделать скрипт, в котором будет цикл всегда. и мы будем задавать значению вот этой вот встроенной переменной с скретч громкость, то значение, которое равно, вот задано с помощью этой переменной. Итак, берем команду из группы звук установить громкость. И громкость у нас будет равна значению переменной громкости. Вот так. Ну, а это, на самом деле, нам не понадобится, потому что это только для отображения. То есть вот мы можем увидеть громкость какого-то трека. Мы пока не будем это делать, уберем. Ну, давай проверим. Немножко я слегка тебя запутала, возможно. Ну, давай распутываться. Итак. Сейчас я нажму на вот эту кнопку трек. И вот я регулировала громкость звука. Она становилась то тише, то громче. То есть у нас громкость все время менялась. Но, опять же, для того, чтобы убедиться в этом, давай для теста. Вот сейчас я поставлю сюда это значение. Громкость. Это первого трека у нас громкость. Вот так и написано. Трек 1 громкость. Давай еще раз запустим. Вот у нас 50. Убедились в том, что громкость меняется. Даже если не слышно, то мы можем увидеть значение. И еще наверняка ты успела заметить, что код все время продолжает двигаться. То есть он не заканчивает это делать. Для того, чтобы он прекратил это делать, нам нужно еще в его скрипт в конце добавить очень важную команду. Стоп. Скрипты спрайта. Другие скрипты. То есть вот этот он сам остановится, потому что дойдет до конца. А вот этот, который с циклом, он остановится по вот этой вот команде. Давай проверим. Вот, все, видишь, даже желтеньким было выделено. Все, сейчас не выделено, ничего не выполняется. Но все остальные команды... Плажок у нас зеленый, то есть у нас еще работает. Смотри, вот работает вот этот скрипт, выполняется, потому что цикл всегда... Он функционирует. Я остановлю. Сейчас я тебе предлагаю поставить видео на паузу и записать вот эти вот два скрипта. А после этого мы продолжим. Итак, я надеюсь, у тебя получилось. Сейчас мы продолжим писать скрипт для нашей кнопки. И для всех остальных тоже напишем. Мы видели, что здесь что-то еще есть. И что здесь есть. Но вот это мы к этому вернемся потом, потому что это используется другими спрайтами. А вот здесь мы видим, что когда спрайт нажат, мы сначала делаем остановить все звуки. Почему? Потому что если будет нажат, например, второй трек, то одновременно начнут играть два трека. Это нехорошо, правда? Поэтому так сразу и сделаем. Сначала мы остановим все звуки, а потом будем играть звук. А что вот это вот такое вот здесь? А давай посмотрим. Здесь вот реализуется такой эффект. Когда мы кликаем мышкой на кнопку, она немножко притушается. Смотри. Вот так вот. То есть вот такой вот спецэффект. И вот этот спецэффект делается с помощью графического эффекта призрак. Давай так и сделаем. Значит, прежде чем играть звук, мы выбираем... Так, там, по-моему, установить, да? Да, нет, изменить на 50. Изменить эффект призрак на 50. Вот так. А потом есть еще такой интересный блок с циклом, где мы 10 раз изменяем эффект призрак на минус 5. Ну, давай так и сделаем. Итак, повторить 10. И изменить призрак на минус 5. Если вдруг такая получилась история, то что мы можем сделать? У нас есть замечательная кнопка «Убрать графический эффект». Вот я на нее нажала, и все прошло. Можно сразу ее сюда добавить, потому что, может быть, тоже какие-то произошли неприятности. Ну, сейчас давай посмотрим. Вот. Вот, все хорошо, да? То есть происходит такое немножко мерцание. Можно усилить этот эффект, то, чего в примере нет. Можно сюда добавить, еще ждать. Но только одну секунду это много. А вот 0,1, 1,1 вполне можно. Ну, давай посмотрим, что будет, чем будет отличаться. Вот видишь, так, немножечко так замедленный произошел такой эффект. А потом проигрывание звука. Итак, мы написали скрипт для проигрывания звука трека 1. Сейчас нужно трека 2 и трека 3. И, в общем-то, понятно, что все будет примерно одинаково. Поэтому мы можем спокойно взять и эти скрипты продублировать на вот эти две кнопки. Каким образом? Мы просто берем скрипт и тащим на спрайт. Раз. Вот он пришел. И второй тоже самое. Два. И этот пришел. Просто перетаскиваем. Единственное, что здесь нужно подправить, это то, что у нас звук совсем другой. Этот звук играться не будет. Он его просто не найдет. Поэтому нужно выбрать тот звук, который у этого спрайта есть. Вот так. Ну и давай сразу же сделаем на трек 3. Раз. Два. Разместим. И тоже выберем тот звук, который есть. А тут у меня со звуком какая-то незадачка. Сейчас я посмотрю. Видимо, я что-то перепутала. Не выбрала звук. Остался только поп или не сохранилось. Не знаю. Если вдруг что-то не так, я сейчас подсмотрю, какой здесь у нас звук был. Угу. Ну там у меня еще был ксилофон. Что-то я тут перепутала с кнопками. И давай выберем ксилофон. Я помню, что был ксилофон. Держим. Вот он. Окей. Вот. Загрузился. И теперь я могу его здесь выбрать. Итак. У нас есть скрип для одной кнопки, для второй кнопки и для третьей кнопки. Можем спокойно проверить. Эту мы проверяли. Давай проверим вторую. Пока я только не заметила, чтобы изменялась громкость. Почему? Потому что я не нажала на флажок. То есть, если мы не нажмем на флажок, то вот эта часть кода, этот скрипт выполняться не будет. Но мы всегда будем на него нажимать. Я сейчас не буду тратить на это время. Я думаю, что у тебя все замечательно получится. Я оставляю вот этот вот слайд. И в следующей части мы уже допишем скрипты для двух остальных кнопок. Но сначала сделай это и не забудь сохранить свой проект.